В таком состоянии собаку Зину нашли рано утром 28 августа. Заживо погребенная, она пролежала так два дня, но, вопреки всему, выжила. Эта женщина-волонтер. Для обеспечения безопасности мы вынуждены изменить ей голос. Нашли закопанный, собственно, по звукам из-под земли. Естественно, начали откапывать, откопали. Собака была жива. Была полностью изуродована. Ей раскроили череп. Был глаз вытекший. Собака была в тяжелейшем состоянии. И по характеру травм было четко, ясно, понятно, что собаку избивали. Это именно избиение человеческих рук дела. Вернее, не человеческих. Зину искали целенаправленно после того, как она не пришла на кормление. В этом поселке со своей бродячей семьей она живет уже около пяти лет. Поэтому волонтеры забили тревогу. Нашли беднягу в пятидесяти метрах от места кормления. Благодаря, видимо, собакам из ее стаи она осталась жива, потому что собаки пытались ее откопать. И поэтому мы нашли это место. Собака была абсолютно не агрессивная. Никогда она не агрессивная. Она, наоборот, боялась тех людей. Обходила стороной. Кстати, за несколько недель до трагедии Зину все же удалось отловить и стерилизовать. Так четвероногая выглядела до чудовищной истории с погребением. Давай, не подведи нас, давай, карабкайся. Сейчас Зина понемногу пьет, ест специальное жидкое питание и даже гуляет. Хвостатую выходили. Однако она все же лишилась второго глаза и стала слепой. Вот, девочка, после всех процедур. Лечение Зине предстоит еще долго и дорогостоящее. По словам волонтеров, на спасение уже ушло порядка 200 тысяч. И, конечно, люди хотят привлечь виновного к ответственности. Ведь догадки, кто это мог сделать, есть. Как и прецеденты, когда живодеров привлекали к уголовной ответственности за свои деяния. Мы дадим человеку понять, что мы знаем. И наша задача в данный момент не допустить ничего подобного больше. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.